Приветствую, это четвертая часть третьего урока, непосредственно сам анализ концентрата. Начнем с самого определения, что такое концентрат и с чем его едят. То есть концентрат это уже подготовленный список айдишников людей, то есть их ссылок на их страницы, которые представляют собой наибольшую концентрацию целевой аудитории. Именно поэтому такое название концентрат, то есть мы подразумеваем, что в этой собранной нами определенными способами аудитории содержится максимальное количество нашей целевой аудитории. То есть это то, что мы получили по брифу, то, что мы получили информацию, найденную в поиске каких-то логических заключений, и сейчас мы подходим непосредственно к использованию специальных программ, то есть того же парсера, именно с точки зрения аналитики, с точки зрения анализа тех же самых концентратов, чтобы понять, где нам искать дальше людей, какие в них интересы, лечение и так далее, чтобы построить ту самую майндкарту, о которой говорили в предыдущих уроках. Вот это мы сейчас займемся. Теперь после определения концентрата будет некий топ наиболее классных концентратов и наименее. Скажем, это чисто такой момент рабочий, потому что проекты бывают разные, и способов собрать концентраты, они могут быть очень разные. Поэтому я эту памятку приложу к домашнему заданию, сейчас просто расскажу, где, как, что брать. И, соответственно, сразу буду показывать, как это делается в парсере, просто хотя бы раздел, где это можно найти. А, соответственно, дальше, я уже говорил об этом в предыдущих уроках, мы всегда в любом виде парсинга, если сомневаемся в каких-то моментах, мы просто изучаем статью. То есть внутри парсера есть по каждому виду парсинга, по каждому инструменту есть помощь. Поэтому не этот момент, который нужно будет изучать дальше, привыкать к этому моменту, потому что способов видов парсинга появляется много, всяких задач очень много появляется, экзотических, которые даже какие-то штуки не используешь, а потом приходится использовать. Поэтому сейчас только основные моменты, где хотя бы помощь читать. Вот так. То есть самый крутой концентрат, который вам могут дать, это список клиентов, то есть их странички, которые приобрели, допустим, за несколько лет, приобрели данную продукцию. То есть это уже самый такой момент классный, когда у вас такой есть. Это не всегда получается, поэтому приходится подобные концентраты добывать самому. Но если это такое есть, то круто, берите, изучайте и, соответственно, запускайте эту штуку всю работу. Дальше. Отзывы клиента, отзывы прямых конкурентов. То есть если на страничке вашего клиента есть сбор отзывов, если там уже налажен достаточно хорошо, то собрать концентрат, там больше 200-300 отзывов и его изучить, то это будет хорошо. Вот. Это делается с помощью того же парсинга, да. То есть это собираются опросы, собираются обсуждения по объекту. И, соответственно, можно найти авторов. То есть, опять же говорю, читаем помощь, да, вот статья, читаем, как это все делается. Сейчас просто на этом останавливаться не будем, если каждый вид парсинга сейчас рассматривать, это будет многочасовой урок. То есть это второй момент, если есть отзывы клиентов, отзывы, соответственно, на сайтах, группах прямых конкурентов. То же самое есть, когда в товарах оставляют, вот тоже товары, вот, лайк, комментарий. То есть это примерно на одном уровне. То есть это люди, которые непосредственно в данный момент интересуются товаром или, если в случае с отзывом уже купили, то есть это, по сути, уже покупатели. И вы точно так же можете использовать их в цирпоэлл. Искать их и использовать их как анализ концентратов. Дальше. Новый вид парсинга, который относительно недавно появился, он даже, возможно, будет круче, чем я тех, которые предыдущие назвал. То есть это примерно на одном и том же уровне. То есть это вступили недавно. То есть вот есть сбор участников сообщества, это просто всех участников, есть недавно вступивших. И тут можно указать период и, соответственно, спарсить тех людей, кто вступил недавно за определенный период. Это очень крутой вид парсинга, который прям очень сильно облегчает жизнь. Об этом тоже поговорим дальше. Ну и, соответственно, менее хорошее в плане качества. Это состоит в 3, 4, 5 и так далее группах конкурентов. То есть это тоже делается с помощью сбор участников. И, соответственно, здесь выставляется сбор от 3, от 4, от 5, от 6 и так далее. Почему нужно в этом моменте включать голову? Потому что даже концентрация состоящих, не знаю, в 6, в 7 сообществах, это не всегда адекватные данные. Потому что люди, которые так маниакально состоят во многом количестве групп, именно по какой-то конкретной тематике, не знаю, допустим, покупка тоже красной рыбы, скорее всего, это вряд ли такие суперманьяки. Только в виде исключения такое бывает. Миша, где это нормально. Например, в фотостудии недавно разбирали с учеником проекта. Там нормально, что фотограф, например, состоит во всех фотостудиях города и ходит там от одной к другой, где там выгодные условия. Это нормально. Но когда, допустим, домохозяйка состоит в 10 сообществах по той же красной рыбе, это немножко странно. Это больше похоже на то, что сами поставщики или сами, не знаю, вот эти конкуренты друг за другом смотрят и вступают во все группы просто, чтобы там анализировать и смотреть, что там происходит в этих группах. Поэтому тут вот этот момент как раз включения головы, он важен. То есть где-то 4-5, ну, край 6 сообществ еще более-менее актуально. Просто может случиться такая ситуация, что концентрат будет неадекватно отражать данные. То есть люди, которые стоят там, не знаю, в 10 сообществах, ну, не факт, что это настоящие люди, которые потенциальные клиенты. Вот это надо логику в голове держать. Соответственно, есть такой еще менее популярный, но в то же время актуальный момент – это активности в группах. Активности в группах – это вот такие видимые реакции, которые человек оставляет в группе. То есть это комментарии, это комментарии под фотографиями. То есть видов этих активностей здесь достаточно много. И все это можно тоже отдельно спарсить и посмотреть. Тоже это можно выбирать, как говорится, по количеству активностей. Можно наиболее горячую аудиторию собирать, кто активно в аудиториях, точнее не в аудиториях, а в группах конкурентов или в группе клиента активно там общается, оставляет комментарии и так далее. Соответственно, можно выбрать период. То есть, соответственно, чем дольше период, тем более такая холодная аудитория получится, потому что люди, которые проявляли активность большое время назад, не факт, что вообще, в принципе, что-то купили и так далее. Но это достаточно такой спорный момент, поэтому мы либо выбираем больше активности, то есть человек, который оставил один лайк, и человек, который оставил там три лайка и два комментария. По степени теплоты это разные люди. Поэтому эти тоже все можно регулировать, чтобы собрать наиболее оптимальный такой концентрат. То есть, повторюсь, что это должен быть, ну, как минимум, больше двухсот человек, чтобы хоть какая-то статистика была нормальная. Но лучше это когда в районе тысячи человек. Ну, там, потолок это обычно две тысячи, просто очень долго будет проводиться анализ целевой аудитории, а это нужно сделать быстро. дольше, дольше придется все смотреть руками, все глазами. Вот, дальше, средства общества. Это если сама группа клиента, например, можно ее полностью посмотреть, людей, которые там состоят. Вот, и, ну, обычно это уже такой момент, когда совсем уже ничего нет. Ну, и это, в принципе, в последнее время совсем не используется. То есть, это, если совсем только группа там начала свою работу совсем недавно, да, то есть это и не смысл. Но в любом случае мы всегда делаем что? Мы, когда начинаем работу, мы парсим всех, кто вот состоит в группе на текущий момент. Это некий такой обязательный ритуал, вот, чтобы мы всегда имели, ну, возможность посмотреть, кто вступил за время нашей рекламной кампании, уже точно зная, что вот это вот, как бы, некий слепый группа, который был. И остается еще последний вид парсинга, который может пригодиться, когда совсем все плохо. Это топ-5. Это топ-участники. Это, если смотреть страничку ВКонтакте, паблики, которые, на которые подписан человек, и в которых он, допустим, регулярно бывает, смотрит или недавно вступил, они вот здесь вот появляются. Интересно, страница. Соответственно, этот парсинг собирает как раз людей, у которых в топ-5 вот этих вот есть ваша страничка, в которой вы указали. Соответственно, собрав тех же конкурентов, например, если там активности совсем, ну, никак не набирается, можно попробовать топ-5 собрать и посмотреть, есть ли такие люди, которые, ну, находятся в этой штуке. Потому что человек может в группу регулярно заходить, но не оставлять каких-то видимых комментариев. В принципе, у него эта штука может здесь появляться. Поэтому это вот такой парсинг. Вот. Мы вроде как остановились на 7, я перечисла 7 основных типов концентратов, которые можно собрать. Вот. В моем домашнем задании я скажу, какие нужно точно собрать проект. Это будет отдельно написано. Вот. Ну, соответственно, хотя бы где, как и что искать, вот здесь есть тут. Мы сейчас вместе на видео сделаем как раз анализ концентратов. Вот. Я сейчас примерно расскажу, как это делается. И мы двумя разными, принципиально двумя разными способами начнем именно анализировать концентрат и смотреть, что мы можем из него взять в майндкарту. Начнем с того, что я нашел группы конкурентов. То есть, если мы уберем красную рыбу, да, я сделал как раз этот вид парсинга состоит в 3, 4, 5, 6 сообществах. Вот. Вот примерно настройки, которые есть и бывают частей группы, да. И дальше я построил вот этот вот основной вид парсинга, необходимый для анализов. Называется анализ целевые сообщества. Вот. Это на этапе анализа. И, в принципе, самая популярная вкладка, насколько я представляю, вообще парсеры. То есть, что мы здесь заводим? Мы заводим те айдишники, да, того концентрата, который мы собрали. Мы здесь регулируем количество участников, но обычно, чтобы совсем всякая мелочь не попадалась в выборку, то есть мы ограничиваем там где-то 500, ну, снизу мы ограничиваем, что от 500 участников будет и уже начинаем их анализировать. Соответственно, бывают такие ситуации, там, когда идет разговор о локальном бизнесе, когда различные садики, школы и так далее, где там 100 человек, соответственно, ну, тут нужно уже эту понимать, что эту планку нужно сбивать пониже. Но это сейчас не об этом, сейчас их общий момент, просто я комментирую, что это не, вот, что 500 всегда ставить, нужно всегда опять сходить с головой, понимать, откуда эти цифры взявляются. Дальше. Мы как раз сюда вводим нашу аудиторию, вот. Вводим название, то есть это группа целевой аудитории, сокращенно мы даже называем ГЦА, вот. И с какого мы, как бы, этот анализ делаем, то есть конкуренты состоят в 6. Вот, нажимаем Play, ну, чтобы сейчас не ждать, я уже парсинг собрал. Вот, и сейчас есть два принципиальных способа, как анализировать концентрат. Я сейчас покажу их оба. Первый, это анализ, получается вот такой ручной, когда мы смотрим, где у нас, кто в каких группах состоит. Но я делаю следующим образом. Я открываю фильтр и начинаю фильтровать. То есть есть некий такой внутренний шаблон, который позволяет, ну, быстро достаточно пройтись по основным группам, в которых состоят наши, наша целевая аудитория. И их ранжировать по такому пониманию, как узкий и широкий интерес. То есть обычно группы, которые до 10 тысяч человек, это такой некий локальный или совсем узкий момент, который можно, ну, выделить и посмотреть, что есть на этом уровне. То есть вот я делаю фильтр 510 тысяч и начинаю смотреть, что у меня есть. Я сейчас буду просто смотреть логику, да, по которой я работаю, а потом уже мы будем это все собирать в некую структуру. Просто вот я показываю, как логически можно идти. Вот я выделил сегмент, по сути, ну, узкого интереса. Что у меня есть? У меня есть ресторан Экетербурга. Ага, то есть я уже какую-то делаю себе пометку, что это люди, кто-то любят поесть, что-то позаказывать. Здесь достаточно их много. Вот, то есть доставка букетов и цветов, это достаточно такой момент спорный. А вот пошли всякие рода заведения с вкусной едой, пекарник, кондитерский. Я их сразу как-то смотрю, да, что у меня идут тысячи человек, вот аж столько состоит в этих группах. То есть это верный признак того, что, ну, эти группы стоит включить в сегменты, да. То есть это возможно считать, может, категорию косвенных конкурентов, но скорее это ближе уже к узким интересам. То есть направление связано с того, как я уже говорил в предыдущих уроках, когда есть коммерческая деятельность, когда это локальный бизнес. То есть это уже больше к узким интересам. А если это точно, вы уверены, что ваша целевая аудитория ей продается этот продукт, то вы уже ставите ее как послевый конкурент. Вот, например, если брать всякие пекарни кондитерские и прочее, то это да, это более такой, больше подходит как к узким интересам, даже в каком-то смысле широкий интерес. Если брать все пекарни, если брать все там шавермы, вот, их можно в некую такую широкую достаточно группу вставить, потому что, ну, не факт, что там есть люди, которые любят вообще заказывать красную рыбу. Но в данном случае люди, которые любят вкусно покушать, незначительно среди них много людей, которые, ну, могут там уметь готовить и заказывать вкусную еду. И, естественно, заказывать красную рыбу. Ну, это вот сейчас просто логика такая, слуха. Соответственно, если мы берем ту же вот уже продукты с фермы, я об этом говорил, то это уже более интересный такой момент. Это потому что люди уже, которые предпочитают покупать, ну, свежие там продукты, ту же самую свежую рыбу, свежемороженую, да, то есть, они, скорее всего, это уже больше подходит к косвенным конкурентам. Ну, и идем вот так дальше. То есть, я здесь нахожу конкурентов, да, я их сразу в отдельную базу собираю, то есть, копирую ссылку там и так далее. То есть, это можно делать сейчас прямо одновременно. То есть, брать свою майнд-карту, да, то есть, открывать прямые конкуренты и, соответственно, накидывать идеи. Все это можно делать одновременно. Я сейчас просто показываю, что можно это проходить этапами, вот, и эти этапы показываю. Вот, то есть, мы видим, да, то есть, тоже можно посмотреть даже ту же доставку воды, если она будет, ну, часто попадаться. То есть, скорее всего, люди, которые заботятся о своем здоровье, тоже предпочитают здоровую, ну, здоровую, так скажем, еду. И вот так вот проходимся до примерно, там, не знаю, может, конечно, не до конца пройти страниц, но смысл, как бы, тут не все изучить, а просто хотя бы основные моменты понять, именно, которые, ну, по которым можно составить ту самую майнд-карту, о которой мы говорили, прямые конкуренты, косвенные, вот, все это здесь вот есть. На уровне узких интересов локальных мы можем это посмотреть. То есть, ну, это условный момент, что до 10 тысяч группа представляет такой момент. То есть, рестораны, суши, вот, все это здесь есть. А дальше идем. Мы, соответственно, расширяем немножко поиск, да, то есть, это группа от 10 до 50 тысяч, конечно, для того же Питера это тоже достаточно узкий интерес. Здесь находим еще несколько конкурентов, вот, и начинаем видеть, что, ну, опять же, доставка овощей и фруктов, фруктовед экзотический, фруктов, то есть, все это появляется здесь. Вот, и еще начинают появляться различные районы города. То есть, Девяткино, Мурино, Парнас, Просвет, вот, Колпино и так далее. То есть, это тоже нужно сразу смотреть, потому что районы города тоже вариант, который практически во всех видах локального бизнеса, да, где есть доставка, но они работают. Поэтому там можно тоже сегментировать по районам города. Вот, то есть, что здесь можно интересного посмотреть, ну, в принципе, так же, смотрим, анализируем, можно ли какой-то широкий интерес посмотреть. То есть, есть салоны красоты, опять же, много баров, то есть, опять, здесь алтайский мед, например, то есть, в момент какой-то связи со здоровым питанием, есть еще конкуренты, то есть, это вот такой момент. Дальше мы идем, расширяем еще больше от 50 до 100 тысяч. Здесь уже получается более-таки обширные группы, типа, бесплатного питера, афиши там и так далее, но что-то здесь может попасть такого, ну, в чем можно посмотреть. Вот, например, два берега. Я не знаю, что это, я перехожу, смотрю. То есть, видишь, это опять получается доставка еды, то есть, в принципе, нам подходит. Вот, и появляются группы родителей, что тоже, ну, сегмент, который достаточно популярный, потому что люди, которые любят готовить, скорее всего, это семейные люди, скорее всего, это женщины, вот, и поэтому здесь очень много таких будет групп. Ну, естественно, различные заведения, куда можно сходить с детьми. То есть, все это я вот смотрю, я это не из головы уже беру, как мы до этого делали домашнее трудование, а все уже из анализа. Опять вот есть экзотические фрукты. То есть, мы вот при такой первой проходке мы собираем некий такой первичный момент. Мы составляем карту сегментов и примерно смотрим, в каком количестве мы можем найти группы. Сейчас мы к этому вопросу вернемся. Сейчас я показываю просто про два разных вида анализа, которые можно использовать в ходе работы. Вот, то есть, я прохожусь... Ну, я не буду сейчас глубоко смотреть. Сейчас я ищу какие-то сообщества, которые мне наиболее тут будут подходить для работы. И прикидываю, могу ли я от них составить карту сегментов. Дальше я смотрю 100 тысяч уже 250. То есть, это совсем широкий интерес. Ну, я предполагаю, да, сейчас, что это тут будет различного рода кулинарии. Вот. Где же это, Юр, Марте. Бесплатно-бесплатно, события. То есть, если что-то интересного может быть, наверное, только все, что связано с детьми. Мамы. То есть, такого здесь чего-то, ну, прям, бегло как бы выделить сложно. Ну, соответственно, берем дальше. 250, 500. И потом у нас останется группа-миллионники. Так, что-то ошибся. Смотрим. То есть, это такие популярные трафики, в смысле сайты, группы, с которыми, ну, только в случае, если как-то есть большой бюджет. Вот. И, как бы, их можно все проверить. Опять же, тут попадаются все равно те же суши, да, которые мы видели ранее. Вот. Начинают попадаться рецепты. Потому что это тоже момент такой, который так или иначе связан, да, с теми людьми, которые любят готовить. Вот так как, соответственно, можно найти авторские кухни начинаются. Рецепты, рецепты, кухни, кухни. Ну, то есть, то, что я полагал, да, что будет. Как я понял, что они будут немножко пораньше, но, соответственно, вот они появляются. То есть, это не взятые, там, не знаю, по ключевикам и так далее. То есть, это уже можно набрать достаточно большой объем групп, которые, ну, которые можно сразу начинать с ними работу. Это был первый способ. То есть, это анализ непосредственно концентрации. Ну, давайте сейчас посмотрим группы «Миллионники». Что-то свыше 500 тысяч. Вот. Здесь тоже может что-то такого быть, типа «Рецепты». Группа опять начинается про похудение. Вот. Елитические рецепты и так далее. То есть, это можно тоже тут уже выделить и посмотреть. Второй способ – это анализ уже семантики. То есть, у нас все группы имеют какое-то название. И, соответственно, можно изучить вот эти вот все названия и посмотреть, какие слова попадаются чаще всего. Делается это с помощью анализ семантика. Вот он. И пишем название сообщества. Можно отсюда прямо взять тот анализ групп целевой аудитории, который мы делали до этого. И, соответственно, ну, можно поставить галку, можно не ставить. То, где я обычно ставлю, брать окончание слов и, соответственно, провести этот парсинг. Я его уже провел, чтобы не ждать. И, соответственно, сейчас покажу, как это выглядит. И что можно брать отсюда. Я отсортировал сразу по количеству упоминаний. То есть, среди 10 тысяч групп получается вот столько есть упоминаний и так далее. Ну, понятно, что Санкт-Петербург в различных его вилях, Питер, СПБ – это самая популярная. Но дальше мы начинаем выискивать глазами слова, которые можно использовать. То есть, слово «магазин». А, я еще забыл сказать, да. Мы сейчас, перед тем, как делать анализ семантики, мы скачаем тот анализ концентратов, который мы сделали. То есть, все группы, которые там, эти 200 тысяч, которые мы собрали, мы сейчас их скачаем и откроем, видите, CSV-страницу и откроем в Excel. Я буду показывать в Excel. Если есть возможность пользоваться другими редакторами таблиц, то можно их использовать. Для чего это делается? Мы сейчас здесь в таблице будем использовать фильтры и, соответственно, смотреть, что за группы у нас по тем или иным ключевикам попадаются. И, соответственно, может быть, разбивать их на какие-то разные. Фильтр, соответственно, да, я сейчас просто сразу пробегусь. Это штука, которая включается вот с помощью этой кнопки. То есть, выделяются все столбы, включается фильтр. И дальше уже в поле названия мы можем вводить текстовый фильтр. То есть, текстовый фильтр и содержим. И поехали. Вот мы сейчас будем использовать, смотреть семантику и смотреть, что у нас есть, например, под словом... Ну, магазин, понятно, это достаточно общее слово. Ну, вот, например, торты. Вот открываю таблицу. И смотрю, что у нас есть с тортами. Вот их сколько есть. Много разных-разных. То есть, соответственно, группу. То есть, можно прямо отдельный сегмент сделать. Это доставка тортов и торты на заказ. Вот он, где есть. Вот. Ну, естественно, детское. Детские. Вот. Это... Ну, давай пока оставим. Это достаточно общий. Рестораны тоже можно собрать в отдельный сегмент. То есть, это есть, потому что, ну, типа быстрого приготовления, да, как называть, фастфуд. А есть рестораны, как непосредственно. И отдельно, наверное, стоит выделить, но это уже чисто логика. Переключается это суши. Даже если это ресторан. Ну, потому что это ближе к морепродуктам, чем, не знаю, вообще рестораны, в принципе. Ну, соответственно, можно поставить только на своих ресторанов, и какого они видов бывают. Вот. Вот. Сколько, сколько, кстати, много ресторанов. Ну, это Петербург, в принципе, нормально. Вот. Идем дальше. Ну, можно тоже посмотреть, какие интернет-магазины бывают. Просто для момента такого, чтобы их можно поделить внутри сегмента. Давайте посмотрим, как это можно делать. Какие бывают интернет-магазины. И можем ли мы их сегментировать. Вот сейчас просто, посмотря на них. То есть, интернет-магазин есть от всего, да. От десертов, дома, одежды. Вот. То есть, в принципе, наверное, это большого смысла не имеет. Ну, по крайней мере, в этом проекте. Идем дальше. То есть, это вот я просто показываю типичный рабочий такой процесс. Когда мы анализируем, прикидываем и смотрим. Опять же, вот пошли районы города. Да, вот, Кулкино. Можно посмотреть, что этот район города попадается чаще всего. Тут наверняка есть много круг, которые... Ну, вот их сколько много. Соответственно, этот район можно точно взять сразу в разработку. Ну, а уже только надо посмотреть, к какому он категории подходит. То есть, это больше уже похоже на особые настройки. Да, то есть, это не подходит на прямые конкуренты, косвенности. Не подходит под широкий интерес. Это уже, наверное, ближе к специальным настройкам. Настройка по гео города. Видно, по микрорайонам уже. Вот, идет семья, идет детям. То есть, если мы будем смотреть уже детские паблики, мы можем тоже все эти ключевики подобрать и, соответственно, поискать. Вот нас больше с точки зрения поиска конкурентов интересует слово «рыба». Чтобы уже точно найти всех прямых конкурентов. и все, что связано с рыбой. Может, здесь как раз мы можем посмотреть и как-то разделить даже тех же прямых конкурентов на каких-то подсегментах. Потому что здесь есть кто занимается, например, только рыбой. Есть кто занимается рыбой, красной икрой, крабами. То есть, всем подряд. Соответственно, можно выделить, допустим, кто только занимается красной рыбой, например, как подельный подсегмент. Здесь есть такой выбор. А все, кто занимается всем остальным, можно сделать, естественно, в другой город. В смысле, в другую категорию. Здесь можно найти... Ну, понятно, что здесь есть всякие рыбацкие и так далее. То есть, это можно даже исключить. Ну, а здесь как раз можно основных конкурентов найти. Ну, в смысле, расширить список того, что мы уже подобрали до нами. Дальше идем. Товары можно посмотреть. Сумки уже нас сильно интересуют. Вот, пошли морепродукты. Тоже слово, по которому можно найти конкурентов. И слово вот натуральный. Вот натуральный меня больше всего заинтересовало, потому что это уже очень близко к косвенным конкурентам, да, вот натуральные продукты. Вот, поэтому давайте это сейчас посмотрим, как последний момент в уроке. Вот, пошли натуральный продукт, натуральный мед. Соответственно, можно морси и квас. Ну, натуральная шерсть – это уже не туда, но смысл такой, что здесь можно подобрать именно продукты и даже вот эти натуральные продукты типа меда там и так далее, целебные продукты, все это, масла, все это можно подобрать либо в одну аудиторию, либо в несколько еще сегментов. Это уже похоже очень на косвенных конкурентов, да, то есть это продукция, которую покупают люди, которые заботятся о своем здоровье. И, соответственно, мы берем пример красной рыбы, то есть это люди, которые привыкли покупать качественную продукцию, качественные продукты для приготовления еды. И, соответственно, скорее всего, им будет интересно, ну, этим же людям интересно и натуральные продукты, ну, разного толка, да, то есть будь то мед, будь то натуральная косметика, будь то натуральные морсы и натуральные продукты и беременности. Все это можно здесь посмотреть и, естественно, что косметику от еды нужно как-то отделить. Вот такой момент. Ну, соответственно, дальше что нужно делать? Дальше необходимо составлять как раз вот эти грязные, так называемые, списки групп, то есть мы их отсюда собираем и отдельно по каждому сегменту составляем в файлик. Если мы сейчас посмотрим майндкарту сегментов, вот шабло у нас есть, то есть мы, допустим, выявили прямых конкурентов, мы разбили на какие-то по сегменты, чисто из логического такого, смотря семантику, смотря группы, как я показывал, то есть мы здесь составляем некие сегменты и уже начинаем сюда накидывать первый вот этот грязный список групп, который мы прямо из этого собираем, прям просто по названию, не заходя, и, соответственно, их сюда можно закидывать. То есть это будет некий первый этап, а дальше будем чистить и расширять базу. Это уже будет проходить в следующем уроке. Вот на этом все. Урок получился такой, ну, достаточно долгий, но вот он самый такой важный. Нам важно было показать все моменты. Поэтому до связи и, надеюсь, домашнее задание будет выполнено хорошо. Если что, вопросы, прям давайте пишите, будем отвечать.